В целом обо всем, что вам может понадобиться в новом Кандинском, я рассказал. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Единственное, я не рассказал, как установить Кандинский с нуля. Сделаю это чуть ниже и не коснулся кастомайзера, то есть общих настроек темы, но это в целом универсальная часть для всех сайтов на WordPress. У разных тем они различаются, непосредственно в Кандинском по кастомайзеру я проходил в первом курсе, который делал давно, ну скорее это была серия скринкастов. Ссылку оставлю в описании. А сейчас прямо очень быстро пробегу, вот просто чтобы вы поняли, что тут все ясно, понятно и логично. Вызываем, например, отсюда. Настроить. А вот глобальные. Тут можно поменять название и описание сайта. Это то, что в меню шапки. Любые изменения здесь нужно не забывать опубликовывать. Как, впрочем, и везде. А вот это фав икон. Это то, что появляется в браузере в закладке рядом с названием сайта или в поисковой выдаче. Очень плохо, если его нет. Доверие к сайту сразу падает, так что добавляйте обязательно. Чего-то нет ничего квадратного, пусть буду я. Все. Теперь вот тут в закладках браузера появляется ваша иконка. Так, дальше. Шрифты, цвета, про это я уже говорил. Вообще это удобно, вы один раз настраиваете шрифты и цвета, и они везде используются по умолчанию. А если вдруг нужно что-то необычное, всегда можно переопределить в конкретном блоке. Так, меню. Этого я тоже касался, честно говоря, я не пользуюсь кастомайзером при работе с меню. Мне как-то привычнее из админки. Далее шапка. Здесь все, что касается шапки. Можно сделать ее, например, вот такого вида, но для этого меню не должно быть таким длинным. Вот это, например, кнопка помочь сейчас и куда она ведет. Текст кнопки можно изменить. Страницы. А вот страницы это важно. Например, если у вас скорее новостной сайт, ну то есть ваш проект постоянно генерирует новости, можно вывести на главную не страницу, а вот такую штуку. Ваши последние записи. Либо вместо главной страницы вывести какую-нибудь другую. Вот, а нас. То есть она теперь у нас стала главной, и если, скажем, у вас намечается какое-то важное событие, можно всю главную отдать под это событие. Сделать под него посадочную страницу и на время вывести эту страницу на главную. А по прошествии событий вернуть все обратно. Так, ну и подвал. Соответственно, это все, что у вас в подвале. Например, вот логотип и социальные сети. Добавляете ссылку на фейсбук и она появляется тут в социальных сетях. Пока одна иконка она не очень заметна, но если бы их было несколько, пользователь бы на это обратил внимание. Тем более, что социальные сети ищут именно в подвале. Или, скажем, вот. Это меню. Но редактируется оно не в подвале, а в разделе меню. Из подвала в него можно попасть. А вот меню наша работа. Можно, например, поменять название. Либо удалить какой-то пункт. А можно какой-то пункт добавить. Пусть будут хроники борьбы. В целом кастомайзер достаточно понятная вещь. Опять же при работе с ним, как и с любым другим инструментом, всегда можно прибегнуть к методу логического тыка. Главное не забывать возвращаться к исходному значению, если не поняли, куда тыкнули. Ну и последнее, о чем нужно рассказать, это об установке Кандинского на чистый WordPress. Полностью смоделировать ситуацию я не смогу. Это надо тогда удалять все плагины, да и вообще по-хорошему переустанавливать WordPress. Но достаточно близко к тексту я это сделать смогу. Сначала активируем какую-нибудь другую тему. Не Кандинского. Вот так у нас теперь выглядит сайт. Заходим в темы и удаляем. Сначала старого Кандинского. Потом нового. И дальше добавить. Загрузить. Находим заранее скачанный дистрибутив. Ссылка на последнюю версию в описании. И установить. Активировать. И мастер настройки. Очень быстро пробежим по окнам. Те, кто посмотрели курс, уже понимают, какое окно про что. Те, кто не посмотрели, посмотрите, тоже будете понимать. Я бы вам советовал оставить все галочки. Вот это, например, про лейку. Здесь у нас логотип. Впоследствии можете поменять его в кастомайзере. Что-то притормаживает у меня эта штука. То есть логотип выбрался, а здесь как будто не выбрался. Название и описание. Тоже помните, где мы это настраивали? В кастомайзере. Иконка сайта. Тоже только что меняли. Плагины. Здесь я не помню. Либо он предложит выбрать, какие плагины устанавливать. Либо просто спросит да, нет. Ну то есть голосуйте за весь список. Я вам советую ставить все плагины. Они бесплатные и проверенные. И все. Сайт готов. Посмотреть на новый сайт. Во как. Новости вынесли на главный. Но решение разработчиков. Вы в любом случае знаете как вернуть на главную. Главную. В случае необходимости. А это не через последние записи, а через страницу новости. В любом случае выберем главный. Главно. Все. И стал сайт как раньше. Даже еще лучше. Единственное тут у нас было выпадающее меню. Очень удобная штука. По крайней мере мне так кажется. Надо бы его вернуть. Это у нас в шапке. Да. Отображать боковую панель. Так. Меню из шапки мы наверное уберем. И. Ой. Забыл указать что отображать в боковой панели. Отображать там меню. Поиск. Ну и социальные сети. Все. Теперь наше выпадающее меню выглядит вот так. Ну и на этом мы заканчиваем знакомство с Кандинским 2.0. Кто-то скажет, что ничего тут особо не поменялось. Но как по мне это совсем новый подход к сайтостроению. В принципе саму революцию сотворил Гутенберг. Но это как с великой французской. Франция запустила процесс. Но это не значит, что русская революция не была революцией. Хотя что-то меня понесло. Все. Спасибо за внимание. Делайте сайты. Советуйте Кандинского НКО и благотворительным организациям, у которых сайта нет. И любите друг друга.